Чтобы вырасти, цыплятам нужно всего 38 дней, а после это уже зрелое мясо. Фермер Сергей Воронов шутит, наверное, птичья фамилия, помогает успешно строить бизнес. Раньше в хозяйстве уток держали, но потом решили перепрофилироваться. Вступили в краевую программу «Семейная ферма». Наш проект стоил 33 миллиона, из которых нам выделили 30%, это 10 миллионов, которые послужили стартовым капиталом. Сейчас вышла уже государственная федеральная программа «Семейная ферма». И, конечно, если нас будут приглашать и будут спрашивать, чтобы вы хотели какие поправки внести, мы с удовольствием, конечно, посоветовали. С нуля и всего за год предприниматель возвёл три огромных корпуса для выращивания кур. Теперь продукция расходится по всем магазинам и не только Кубани, но и Ставрополя. Таких ЛПХ в районе 14 тысяч. Позавидует любая сельская территория. Фермеры получили серьёзную поддержку со стороны края. В прошлом году более 30 миллионов рублей в качестве субсидий, и в этом уже 7 миллионов. Но развивать экономику только за счёт небольших хозяйств невозможно. Перерабатывающая промышленность пока не в полную силу работает. Об этом Александр Ткачёв говорил на встрече с главой Успенского района. По развитию лично-посудных хозяйств вы занимаете лидирующие места в крае. Это здорово. Особенно производство овощей. Это целая программа в районе работает при поддержке края. Она, конечно, принесет свои дивиденды, прежде всего занятость. У вас одна из самых высоких в крае. То есть, значит, низкая безработица. Это здорово. Но по поводу вопросов переработки. Какие у вас перспективы? Я не хотел бы, чтобы вы были придатком одного из городов края, которых вы бы возили в сырьё. Мы хотим создать что-то подобие, может быть, вот той за год конторы. Значит, с привлечением, естественно, предпринимателей и обустройство рынков, на которых эта продукция будет реализоваться. И второй путь. У нас есть плодосовхоз, который когда-то славился своей продукцией, консервной линией. В этом году мы запустили, и мы пойдём с того, что начнём в этом году уже выпуск соков и компотов. То есть, будем закупать продукцию у населения. В районе уже можно говорить о зарождении целого промышленного кластера. Сейчас успешно работают сразу несколько градообразующих предприятий. Тепличный комплекс, сахарный завод, создан зерновой терминал, завод металлоконструкции. Как результат, в Успенском – одна из самых низких безработиц в регионе. Чуть больше процента. Однако сельский бюджет ещё не так велик, как хотелось бы. Игорь Акулинин показывает губернатору фотоальбом. Это такой своеобразный отчёт о работе. Тут и предприятия, и новые спортплощадки. В планах – строительство бассейна. Но финансирование сам район не потянет. Вы обращались ко мне о том, чтобы в районе построить бассейн, в комплексе. Что здесь в этом плане? Вы начали работать? Земельный участок у нас отведён. Понятно, скажу честно, откровенно, что будет нам нелегко в плане софинансирования. Но мы готовы идти на это. Почему? Потому что люди просят. Тем более, когда есть это в Армавире, есть рядом. Давайте в этом году сделаем прочитательную документацию. А в следующем году, чтобы уже выйти на земельные строительные работы. Но проблем ещё хватает. В сельской глубинке они такие же, как и в городе. В основном в социальной сфере. Александр Ткачёв просит главу оперативнее решать проблему очередей в детские сады и вопрос дефицита медицинских кадров. Необходимо использовать в полной мере краевые и федеральные программы по привлечению врачей в село, считает глава региона. Тем более, работать есть где. В Успенском районе, помимо фельдшерско-акушерских пунктов, строят офисы врачей общей практики. Один открыли в прошлом году, и в этом появится ещё два. Евгений Вольский, Элина Касабова, Сергей Плотников, Денис Москаленко, Нил Ракша, 9 канал.